Здравствуйте, уважаемые подписчики, уважаемые слушатели. Если вам нравится наш канал, то по возможности поддержите его финансово. Реквизиты для оказания помощи указаны в описании к данному ролику. Будем вам искренне признательны. С уважением, руководитель канала «Актер» Юрий Яковлев-Суханов. Жорж Сименон Мегре и субботний клиент Часть пятая, заключительная Господин Гюстав Пру, извините за беспокойство. У меня здесь ваш сын. Он уверяет, что в декабре вы одолжили ему сумму в миллион старых франков. Да, он рядом со мной. «Как? Вы хотите поговорить с ним?» Старик тоже был недоверчив. Мегре протянул телефонную трубку своему собеседнику. «Это я, отец! Ты узнал мой голос?» «Ладно. Ты можешь ответить на вопросы, которые тебе зададут». «Нет, это простая формальность. Позже объясню. До скорого. Да. Все хорошо. Да, он ушел. Не сейчас. Я зайду к тебе в воскресенье». Рожепру вернул трубку комиссару. «Теперь вы можете ответить на мой вопрос?» «Вы дали ему в долг один миллион. Хорошо. «Наличными?» «Вы взяли их из банка накануне?» «Из берегательной кассы?» «Да, я слышу вас. Ваш сын дал вам расписку?» «Благодарю вас. Я пошлю к вам кого-нибудь. Он просто проверит. Вы только покажете эту расписку. Минутку. Какой день это было?» «Накануне Рождества?» В глазах Пру еще больше, чем раньше, сквозила презрительная ирония. «Вы, наверное, хотите звонить и моему Шурину?» «Это не срочно. Не сомневаюсь, что он тоже подтвердит, что дал вам в долг деньги». «Я могу идти?» «Если не желаете сделать признание». «Какое еще признание?» «Не знаю. Может быть, вы догадываетесь, куда мог направиться планшон после того, как он ушел из дома. Физически ведь он не очень-то крепкий». «Да и потом. Он был пьян. С двумя чемоданами ему трудно было далеко уйти. Разве не вы обязаны разыскивать его? Или это должен делать за вас я?» «Ну, об этом я вас не прошу. Просто если у вас есть какие-то соображения, вы могли бы со мной ими поделиться и помогли бы выиграть время. «Почему вы не спросили об этом самого планшона, когда встречались с ним? Или когда он звонил вам по телефону? Он наверняка ответил бы лучше, чем я». «Странно. Но он вовсе не хотел покинуть свой дом. Он вам это сказал?» «На этот раз вопросы начал задавать Пру. Он рассказал мне о многом. Он приходил сюда?» «Пру с трудом сдерживался, и в его голосе звучала тревога». «Магры, не отвечая на вопрос, равнодушно смотрел ему в глаза, словно беседа потеряла для него всякий интерес. «Меня удивляет одна вещь, негромко произнес комиссар. Что именно?» «Не знаю, любил ли планшон жену по-прежнему или уже начал ее ненавидеть, смотря в какое время». «Что вы хотите этим сказать?» «Это зависело от степени его опьянения. В разное время он вел себя по-разному. Иногда мы просыпались и слышали, как он что-то бормотал вслух в соседней комнате, как будто готовил нам какую-то пакость». «Какую, например?» «Откуда мне знать?» «Хочу вам признаться. Я всегда старался работать рядом с ним, чтобы не упускать его из виду. Если днем он собирался заскочить на улицу Талазе, я ехал с ним. Я боялся за Рене». «Думаете, он был способен убить ее?» «Да. Он иногда угрожал ей». «Убийством?» «Он не уточнял. Напиваясь, он разговаривал сам с собой. Точно его слова я не могу повторить. Он произносил их невнятно. «Я всего лишь трус. Пусть это так. Надо мной все потешаются. Но когда-нибудь они поймут, что...» «Видите, что он говорил?» В такие минуты у него было злое лицо, хитрый взгляд, словно он уже принял окончательное решение. Иногда он так и покатывался со смеху. «Бедный планшон! Бедный никчемный человек! От лица которого шарахаются люди! Но он не такой уж и трус!» «Мегре, напряженный и с волнением, слушал Пру. Похоже, тот рассказывал правду. Человек, которого сейчас так злобно и иронически передразнивал Роже Пру, был вылитой копией того планшона, что совсем недавно приходил исповедоваться в квартиру комиссара на бульваре Ришар-Ленуар. «Вы полагаете, что он в самом деле хотел убить жену?» «Уверен, эта мысль постоянно вертелась у него в голове. Особенно, когда он бывал сильно пьян». «А вас он собирался убить?» «Думаю, да». «А дочь?» «Изабеллу он и пальцем бы не тронул. А впрочем, кто знает, он был так зол, он был так зол, что, будь его воля, взорвал бы весь дом». Магрэ со вздохом поднялся, неуверенным шагом приблизился к окну. «А у вас в голове не мелькала такая же мысль? Убить Рене? Не ее, а его. Тогда мы быстрее бы от него избавились. Но подумайте сами, если бы я этого хотел, то не ждал бы два года. «Вы представляете себе, что это были за годы с этим человеком, который постоянно путался у нас под ногами?» «А для него?» «Ему давно нужно было уйти из дома. Когда женщина вас разлюбила и полюбила другого, и открыто вам заявляет об этом, то вы, разумеется, знаете, что вам остается делать». Пру тоже поднялся со стула. Он окончательно вышел из себя, и голос его стал резким. «Вместо этого он продолжал отравлять нам жизнь. Да еще вы приходите в дом, задаете вопросы Рене, приглашаете к себе в кабинет рабочих, и вот уже более часа вынуждаете меня говорить непонятно о чем. «У вас есть еще вопросы? Разве я арестован? Мне можно уйти?» «Да, вы свободны». Выходя из кабинета, он громко хлопнул дверью. Глава седьмая В этот вечер никто не мешал Мегре смотреть телевизионную передачу. В домашних тапочках, сидя в теплой комнате рядом с женой, он удобно расположился перед экраном. Однако в глубине души комиссар предпочел бы заменить Джанье и Лапуэнто, которые в хорошо знакомом ему квартале на Монмартре обходили сейчас все питейные заведения в поисках следов планшона. Каждый из инспекторов следовал своим определенным маршрутам, заглядывая в старые и современного вида кафе и бары, освещенные желтоватыми лампами или неоновыми вывесками. Разумеется, Мегре был горд тем, что дослужился до звания дивизионного комиссара и занимал пост начальника бригады уголовной полиции. И все же он испытывал нечто вроде ностальгии по тем временам, когда, будучи рядовым инспектором, он мер с зимними вечерами на улице, посещал комнаты консьержек с их специфическими запахами, обходил злачные места в поисках хоть незначительных улик. Разве не упрекали его высокие начальники за то, что он слишком часто покидал свой рабочий кабинет и самолично уподоблялся ищейке? Как им можно было объяснить, особенно этим важным господам из прокуратуры, что ему было просто необходимо увидеть и разнюхать все самому, проникнуться атмосферой ведущегося расследования? Словно по иронии на экране шла одна из трагедий Корнеля. Короли, одетые в боевые доспехи воины, по очереди декламировали полные пафоса стихи, которые напоминали Мегрееву учебу в колледже. Комиссару пришлось некоторое время приходить в себя, когда телефонный звонок оторвал его от телевизионной пьесы и вернул к действительности. Самым будничным голосом Жанвье, позвонивший первым, сообщил. Кажется, шеф, я напал на след. Звоню из бара на улице Жармен-Пилон. Это в двухстах метрах от площади Абез. Заведение называется Приятный уголок. Хозяин уже спит, а за стойкой прислуживает его жена. Выполнив заказы клиентов, она присаживается погреться у печки. Лишь только я заикнулся о человеке с зайчей губой, как она тут же вспомнила о нем. «С ним что-нибудь случилось?» – спросила она. «Он часто заходил сюда около восьми часов вечера, чтобы пропустить одну-две рюмки. Кажется, наш кот его полюбил. Он терся о ноги клиента, а тот нагибался, чтобы его погладить». «Бар небольшой», – продолжал рассказывать Джанвье. «Плохо освещен, а стены темного цвета. Не знаю, почему он открыт по вечерам. В зале всего лишь какой-то старик. Он сидит у окна и пьет грок». «Она видела планшона после понедельника?» «Нет», – утверждает, что он приходил в понедельник в последний раз. «Во всяком случае, вчера она обратила внимание мужа на отсутствие клиента с зайчей губой, и опасалась, не заболел ли он. Он никогда не делился с ней своими неприятностями. Нет, он все время молчал. Она жалела его, видела, что он переживает и пыталась его приободрить. Продолжай поиски дальше». Джанвье предстояло снова окунуться в холод и темноту, зайти в другой бар, расположенный чуть дальше, затем в третий. Этим же занимался и Лапуэнд. А Мегре вновь вернулся к телевизору героям пьесы Корнеля. Жена, сидевшая рядом в кресле, бросала на мужа вопросительные взгляды. В половине девятого позвонил уже Лапуэнд. Он был в баре на улице Лепик, просторным и светлым, где завсегдаты играли в карты и где тоже отыскался след планшона. Он всегда заказывал коньяк, шеф. Здесь знали, кем он был и где жил. Однажды днем его видели за рулем грузовика, на борту которого были выведены большими буквами его фамилия и адрес мастерской. Его жалели. Он приходил сюда уже сильно навеселе. Ни с кем не разговаривал. Один из игроков Белот припомнил, что видел его в последний раз в понедельник. Жан-Вье, должно быть, попался неудачный маршрут. Он позвонил второй раз и сообщил, что безрезультатно обошел пять кафе и баров, поскольку человек с зайчей губой там не бывал. Персонажей трагедии Корнеля сменили на экране певцы, когда около одиннадцати часов Лапуэнд позвонил снова. Голос его звучал возбужденно. «Есть новости, шеф. Нам бы лучше встретиться и поговорить на набережной Орфевр. Через дверь телефонной кабины я слежу за одной женщиной и боюсь, как бы она не смылась. Звоню из пивной с площади Бланш. Здесь застекленная терраса, ее подогревают двумя жаровнями. Вы слушаете? Да-да, я тебя слушаю. Первый же официант, к которому я обратился, сказал, что знает Планшона в лицо. Похоже, тот всегда приходил сюда поздно вечером и зачастую уже нетвердо держался на ногах. Он усаживался на террасе и заказывал пиво. Хотел, вероятно, выгнать весь коньяк, который выпивал до этого в других барах. «Шеф, вы бывали в этой пивной?» Две или три женщины постоянно маячат на террасе и призывно смотрят на всех проходящих мимо мужчин. В основном они работают у входа из соседнего кинотеатра. Официант указал мне на одну из них и посоветовал. «Кстати, вы можете обратиться к Клементине. Это ее имя. Она расскажет вам больше, чем я. Несколько раз я видел, как они уходили вместе». Женщина сразу догадалась, что я из полиции и вначале никак не хотела признавать, что была знакома с планшоном. «Что он натворил?» спрашивала она меня. «Почему его ищет полиция?» «А вы уверены, что я его знаю?» «Но понемногу она разговорилась и думаю, что ее показания вас заинтересуют. Пока она готова их дать, нужно составить письменный протокол. Что мне делать?» «Отведи ее в управление, я скоро буду». Мадам Мегре с безропотным видом уже искала ботинки мужа. «Тебе вызвать такси?» Комиссар надел пальто и шарф. Во рту он еще ощущал вкус Грога, который выпил незадолго до этого, чтобы побороть простуду. На набережной Орфевр он поздоровался с одиноко стоящим у входа дежурным полицейским, поднялся по сероватой и плохо освещенной широкой лестнице, прошел по пустому коридору, зажег свет в своем кабинете. Затем толкнул дверь в комнату инспекторов и увидел Лапуэнта. Сидевшая женщина поднялась со стула. На худых длинных ногах женщины были туфли с непомерно высокими острыми каблуками. Выше бедер фигура у нее казалась более широкой из-за короткой меховой шубы с длинным борсом, похожей на козью шкуру. Лицо у женщины было цвета розовой конфеты, а густо накрашенные угольного оттенка брови казались кукольными. «Мадемуазель любезно согласилась приехать со мной в управление», — пояснил Лапуэнт. Та без всякой злобы, но с иронией добавила. «Откажись я поехать, так вы привели бы меня сюда силой». Чувствовалось, что комиссар произвел на нее сильное впечатление. Она внимательно оглядела его с ног до головы. Мегре снял пальто и знаком предложил женщине снова сесть. Лапуэнт, расположившийся за печатной машинкой, приготовился вести протокол. «Как вас зовут?» «Антуанетта Лизур. Но все называют меня Сильвией. Антуанетта — это Старо. Так звали мою бабушку, и я...» «Вы были знакомы с Планшоном?» «Я не знала, как его зовут. Он приходил в пивную каждый вечер и всегда еле держался на ногах. Вначале я думала, что он вдовец и напивался с горя. У него был такой несчастный вид...» «Он первый заговорил с вами?» «Нет. Я сама подошла к нему. Он испугался и готов был убежать. Тогда я сказала ему, не унывай, неприятности случаются со всеми. Я тоже намучилась, когда была замужем за одним шалопаем. Кончилось тем, что он меня бросил и увез с собой дочь. Стоило мне было упомянуть о дочери, как он размяк». Повернувшись к Лапуэнту, женщина спросила. «Вы что, все это будете печатать?» «Только главное», — перебил ее Магре. «Когда вы познакомились?» «Несколько месяцев назад». «Подождите. Летом я ездила работать в Канны, куда прибыли американские моряки. Вернулась в Париж в сентябре. Должно быть, мы познакомились где-то в начале октября». «Он пошел с вами в первый же вечер?» «Нет». «Угостил меня кружкой пива, а потом сказал, что уже поздно, а ему рано вставать, чтобы идти на работу. Он пошел со мной только два или три дня спустя». «К вам домой?» «В свою квартиру я клиентов никогда не вожу. Да и консьержка этого не позволила бы. Жильцы в моем доме люди порядочные. На втором этаже живет даже судья. Обычно я веду клиентов в меблированные комнаты на улице Лепик. Вы там бывали? Только прошу вас, не надо чинить им неприятности. Если соблюдать все эти новые законы...» «Фланшон часто вас туда сопровождал?» «Нет, не часто. Может, раз десять. Да и потом бывало, что у него ничего не получалось». «О чем он с вами говорил?» «Как-то раз он сказал, вот видишь, они правы. Я уже даже и не мужчина». «О своей личной жизни он вам ничего не рассказывал?» «Разумеется, я видела у него на руке обручальное кольцо. Однажды вечером я его спросила. Над тобой измывается жена?» «Он ответил, что его жене не повезло выбрать такого мужа, как он». «Когда вы видели его в последний раз?» «Потому как на него посмотрел Лапуэнд, Мегре понял, что тот тоже считал этот вопрос самым важным». «В понедельник вечером». «Вы уверены, что это был понедельник?» «Да, потому что на следующий день меня замели, и я провела целые сутки в полицейском участке. Вы можете справиться у своих коллег. Моя фамилия должна быть у них в списке». «Они привезли тогда целый фургон задержанных, в котором часу он появился в понедельник в пивной. Около десяти часов. Я только что вышла из дома. Рано начинать работу на Монмартре бесполезно». «В каком он был состоянии?» «Едва держался на ногах. Я сразу заметила, что он был пьян больше обычного. Сел рядом со мной на террасе возле жаровни. Он даже руки не мог поднять, чтобы подозвать официанта и попросил чуть слышно рюмку-коньяку. Для мадам тоже. Мы с ним чуть не поссорились. Видев, в каком он состоянии, я запрещала ему пить. А он упрямился и твердил. «Мне плохо. Добрая рюмка-коньяку меня только взбодрит». «Он не сказал ничего такого, что вас удивило?» «Да, в самом деле. Мне показались странными слова, которые я еле разобрала. Он несколько раз произнес, и он тоже мне не верит». Он не пояснил, что означали эти слова. Только проворчал. «Не бойся, я знаю, что говорю. Ты тоже когда-нибудь это поймешь». Мегре вспомнил, каким тоном в тот понедельник планшон сказал ему по телефону, когда звонил с площади Аббес. «Я благодарю вас». Тогда комиссару показалось, что он уловил в его голосе не только горечь и разочарование, но и смутную угрозу. «Вы направились в отель вместе?» «Да». Он сам этого захотел. Но едва мы вышли на улицу, как он растянулся на тротуаре во весь рост. Я помогла ему подняться. Вид у него был униженный. «Я докажу им, что я настоящий мужчина!» прокричал он. Мне пришлось взять его под руку. Хозяин отеля не позволил бы ему войти туда в таком состоянии. И я еще боялась, как бы его ни стошнило в комнате. Я спросила, где он живет. «Там», неопределенно показал он рукой. «Где это там?» «Улица то...» «Улица то...» Он с трудом шевелил языком. «Улица то лазе, догадалась я?» «Да, там...» «Там...» Уверяю вас, мне было вовсе не до смеха. Я боялась, что появится полицейский и еще подумает, что я нарочно напоила его, чтобы обокрасть. Ничего дурного о полиции не хочу говорить, но согласитесь, что иногда... «Продолжайте...» «Вы вызвали такси?» «Еще чего?» «У меня не было ни сантима. Мы пошли пешком, и я его поддерживала. Почти полчаса мы брели на самый верх улицы то лазе, так как он постоянно останавливался, ноги его подкашивались, и перед каждым баром он повторял, что рюмка каньяку ему не помешала бы. Наконец он уперся в решетку и снова упал. Ворота были открыты. Во дворе стоял грузовик, а на борту у него какие-то буквы, которые я не разобрала из-за темноты. У самой двери я его отпустила. Свет в окнах горел. Я видела свет через занавески на первом этаже. Я прислонила его к стене, надеясь, что он сразу не упадет, а сама позвонила в дверь и быстро убежала прочь. Весь ее рассказ сопровождал стук печатной машинки. С ним что-то случилось? Он куда-то пропал. Надеюсь, меня ни в чем не подозревают. Вы можете быть спокойны. Вы полагаете, что меня вызовут в суд? Думаю, нет. А если даже и вызовут, то опасаться вам нечего. Лапуэнт вынул лист из печатной машинки и протянул его женщине. Лапуэнт вынул лист из печатной машинки и протянул его женщине. Я должна прочитать? Да. И подписать. У меня из-за этого не будет неприятностей. Прочитав свои показания, она расписалась большими неровными буквами. А теперь что мне делать? Вы свободны. Я могу еще успеть на автобус? Мегре вынул из кармана деньги. Этого вам хватит, чтобы вызвать такси. Едва она ушла, как зазвонил телефон. На другом конце провода был Жан-Вье. Больше ничего нового нет, шеф. Я прошел по бульвару Рашешуар до площади Анвер. Проверил все заведения на десяти маленьких улочках. Можешь идти спать. А Лапуэнт нашел что-нибудь? Да. Расскажу тебе все завтра. Вернувшись домой, Мегре опасался только одного. Как бы утром не слечь от простуды. У него неприятно покалывало в ноздрях, а веки жгло словно огнем. К тому же он совсем не чувствовал вкус табака. Жена приготовила ему еще один стакан Грогу. Всю ночь он обливался потом, а в девять часов утра с тяжелой головой уже сидел в приемной прокуратуры и целых двадцать минут ожидал, когда его пригласит помощник генерального прокурора. Должно быть, вид у комиссара был мрачный, так как тот сразу же спросил. Похоже, тот тип, которого вы вызывали, все же доставил вам неприятности. Нет, но в деле появилось кое-что новое. Отыскался ваш хозяин малярной мастерской? Как там его зовут? Планшон. Нет, он не объявился. Мы восстановили по времени, как он провел вечер в понедельник перед своим исчезновением. Вернувшись домой около одиннадцати часов вечера, он, оказывается, был настолько пьян, что не держался на ногах и несколько раз падал на тротуаре между площадью Бланш, где он выпил последнюю рюмку, и улицей Талазе. Он был один? Нет, в компании с публичной женщиной, с которой у него до этого были интимные связи. Она держала его под руку, потому что он еле передвигал ноги. Вы ей верите? Да, уверен, что она говорит правду. Это она позвонила в дверь, а потом быстро ушла, оставив шатающегося планшона у стены дома. Не верится, чтобы в таком состоянии он через несколько минут мог подняться на второй этаж, сложить свои вещи в два чемодана, спуститься с ними вниз по лестнице и без чьей-либо помощи выйти на улицу. А может он принял какое-нибудь средство, чтобы протрезветь? Ведь есть же современные лекарства. Его жена и Пру сказали бы об этом. Пру – это любовник, не так ли? Это его вы вызывали? Какие он дал показания? Чувствуя тяжесть во всем теле и боль в голове, мыгры терпеливые со всеми подробностями, изложил историю о трех миллионах и о расписках. Он напомнил о своих сомнениях в подлинности подписи планшона на акте продажи мастерской. Господин Перуэ, наш эксперт, не дал категоричного заключения. По его мнению, документ мог быть подписан как самим планшоном, находившимся в состоянии опьянения, так и другим лицом, который скопировал его подпись. Разве расписок было несколько? Да. 24 декабря Пру занял 2 миллиона старых франков. Один у своего отца, другой у Шурина. Я дал указание одному из моих подчиненных снять фотокопии с этих расписок. Той, которую получил Шурин, указывается, что одолженные деньги должны быть возвращены в течение пяти лет с выплатой 6% от общей суммы. Расписка, что у отца, предусматривает возмещение долга в два года и без всяких процентов. Вы считаете, что эти расписки даны для отвода глаз? Нет. Мои сотрудники выяснили, что 23 декабря, до того, как он дал эту сумму в долг, отец Пру снял 1 миллион наличными со своего счета в сберегательной кассе, а всего у него там хранится чуть больше 2 миллионов. Что касается Шурина Мурье, то он в тот же день снял такую же сумму в почтовых чеках со своего счета. Вы, кажется, говорили о 3 миллионах. Третий миллион снял сам Роже Пру со своего счета в банке «Леонский кредит». Таким образом, к этой дате в доме Планшона находились 3 миллиона старых франков. Когда был подписан акт о продаже малярной мастерской? 29 декабря. Похоже, Пру и его любовница собрали деньги до Рождества с тем, чтобы сразу же после праздников заставить Планшона подписать этот документ. В таком случае я не вижу... Не дав помощнику генерального прокурора закончить фразу, Мегре добавил. Господин Перуэ исследовал чернила на подписи. Он не смог определить по ним точную дату, но утверждает, что подпись была поставлена более двух недель назад. «Что вы намерены предпринять? Вы отказываетесь от дальнейшего расследования? Я пришел, чтобы попросить у вас разрешения на обыск. После того, что вы мне только что рассказали?» Смущенный Мегре утвердительно кивнул головой. «Что же вы надеетесь найти в доме? Труп вашего Планшона? Наличные деньги?» «Затрудняюсь ответить. Вы в самом деле хотите произвести обыск?» В понедельник около одиннадцати часов вечера Планшон был до такой степени пьян, что не мог держаться на ногах. «Подождите меня здесь минуту. Я не могу взять ответственность на себя. Пойду доложить в двух словах об этом деле прокурору». Мегре прождал его минут двадцать, сидя один в роскошном кабинете. «Он, как и я, вовсе не в восторге от вашей идеи с обыском. Особенно сейчас, когда пресса критикует любую акцию полиции. Ну уж ладно, так и быть». Мегре все же добился согласия прокуратуры и через несколько минут уже держал в руках подписанный ордер на обыск. Проходя мимо кабинета инспекторов, он резко открыл дверь и увидел лишь одного Жанвье. «Возьми машину во дворе. Я сейчас спущусь». Затем комиссар позвонил в отдел научно-технической экспертизы и приказал Маэрсу «Выбери самых толковых парней и приезжайте как можно скорее в дом на улице Таладзе». Мегре спустился вниз, уселся в небольшую машину и бросил Жанвье. «На улицу Таладзе. Вы получили ордер на обыск?» «Мне пришлось буквально вырвать его у них. Как подумаю, что меня ждет, если мы не найдем никаких улик в доме?» «Жена Планшона и ее любовник могут ведь закатить тогда скандал». Жанвье, сидя за рулем, лавировал между автобусами и такси и говорил комиссару. «Вообще-то люди такой профессии в субботу не работают. Думаю, это запрещено профсоюзами. Обойдется дешевле, если рабочим заплатить за сверхурочные часы, поэтому мы наверняка застанем Пру дома». Его там не было. Им открыла дверь Жене после того, как разглядела их из окна. Держалась она настороженно и угрюмо. «Опять вы?» – раскликнула она. «Пру дома?» «Он пошел закончить срочную работу. Что вам нужно на этот раз?» Комиссар вынул из кармана ордер на обыск и протянул ей. «Вы будете обыскивать дом?» «Ну и дела. Вот до чего дошло». Машина отдела научно-технической экспертизы, набитая людьми и приборами, въехала во двор. «А это еще что за люди?» «Мои сотрудники. Сожалею, но нам понадобится какое-то время». «Вы все перевернете вверх дном?» «Боюсь, что да». «Вы уверены, что у вас есть на это право?» Ордер подписал помощник генерального прокурора. Она пожала плечами. «Мне это ни о чем не говорит? Я даже не знаю, кто он такой, ваш помощник генерального прокурора». Однако она позволила им войти, бросая на всех злобные взгляды. «Надеюсь, вы закончите обыск до прихода дочери из школы». «Это будет зависеть...» «От чего?» «От того, что мы найдем». «Не скажете, что вы собираетесь искать?» «Ваш муж в понедельник вечером ушел с двумя чемоданами, так?» «Я вам уже об этом говорила». «Полагаю, он унес с собой и три миллиона, которые ему выплатил ПРУ 29 декабря. «Этого я не знаю. Мы вручили ему деньги, и нам было плевать, что он с ними сделает». «На его счету в банке их нет». «Значит, вы проверили?» «Да». «Вы сами сказали, что друзей у него не было. Поэтому маловероятно, что он отдал кому-то эту сумму на хранение». «Что вы хотите этим сказать?» «29 декабря он получил деньги, но с собой не носил. Три миллиона франков — это слишком толстая пачка денег». «Ну и что из этого?» «Ничего». «Вы собираетесь искать эти деньги?» «Ничего не могу сказать». Эксперты принялись за работу, начав обыск с кухни. Такая работа была для них привычной, и они вели обыск по своей методике. Не пропускали ни один уголок, рылись в металлических банках из-под муки, сахара или кофе, опорожняли содержимое мусорных ведер. Они двигались по дому так же непринужденно, как танцоры балета на сцене, и жена Планшона взирала на них с изумлением. «А кто приведет все это в порядок?» Мегре промолчал. «Я могу позвонить по телефону?» спросила она. Она позвонила в квартиру на улице Лемар, некой мадам Фажон, и попросила позвать к телефону маляра, который там работал. «Это ты?» «Они снова пришли?» «Да, комиссар с толпой людей, которые перевернули весь дом вверх ногами. Один даже что-то фотографирует». «Нет, кажется, у них есть ордер на обыск. Показали какую-то бумагу и утверждают, что ее подписал помощник генерального прокурора». «Да, думаю, тебе лучше прийти сюда». Она смотрела на Мегре злыми глазами, полными вызова. Один из экспертов принялся соскребать какие-то пятна на паркете в столовой и собирал кружки в маленькие пакетики. «Что он там делает? Может, считает, что я плохо вымыла пол?» Другой специалист деревянным молоточком простукивал стены. Висевшие на них фотографии и репродукции упали на пол и их снова повесили на свои места, но довольно криво. Двое экспертов поднялись на второй этаж, откуда доносились их шаги. «Они будут искать в спальне дочери?» «Сожалею, мадам, но это необходимо. Что я скажу Изабелле, когда она вернется домой?» Впервые Мегре позволил себе пошутить. «Скажите ей, что мы играли в искателей сокровищ. У вас нет телевизора?» «Нет. Мы должны были купить его в будущем месяце». «Почему вы сказали «должны были»?» «Должны были, должны, какая разница? Мне только не хватает следить за своими словами». Жан-Вье, разумеется, она узнала. «Я ведь помню этого типа. Он приходил сюда измерять рулеткой комнаты и выдумал бог знает какой предлог». За окнами послышался шум мотора и во дворе появилась машина. Хлопнула дверца. Кто-то быстро шагал к дому. Рене, ожидавшая Пру, устремилась к двери. «Ты только погляди!» жаловалась она. «Они ищут повсюду, роются даже в кастрюлях и белье. Поднялись и туда, в комнату малышки». Губы Пру дрожали от гнева, когда он смотрел на Мегре. «Кто вам это позволил?» спросил он срывающимся голосом. Мегре протянул ему ордер на обыск. «А если я позвоню адвокату?» «Это ваше право. Он будет лишь свидетелем при обыске». Около полудня послышался стук решетчатых ворот во дворе и через окно Мегре увидел Изабеллу, вернувшуюся из школы. Мать бросилась ей навстречу и заперлась с ней в кухне, где сотрудники отдела научно-технической экспертизы уже закончили свою работу. Конечно, можно было опросить девочку и выяснить интересные вещи, но Мегре редко, лишь в исключительных случаях, прибегал к такому приему. Поиски в кабинете ничего не дали. Часть людей направилась вглубь двора, чтобы осмотреть пристройку, а один полицейский даже взобрался в кабину грузовика. работа проводилась тщательно. Выполняли ее опытные специалисты, мастера своего дела. «Вы не можете сюда подняться, господин комиссар!» позвал голос со второго этажа. Пру, тоже слышавший эти слова, стал вслед за Мегре подниматься по лестнице. Вид детской комнаты, где в кроватке лежал плюшевый медвежонок, напоминал семейный переезд на новую квартиру. Платяной шкаф с зеркалом был повернут в угол. Вся мебель сдвинута со своих мест, а красноватого цвета линолеум, покрывавший пол, поднят. Одну из деревянных планок оторвали и вынули из нее гвозди. «Посмотрите сюда!» Но Мегре прежде всего бросил взгляд на Пру, который стоял в проеме двери. Лицо любовника стало таким жестким, что комиссар на всякий случай предупредил. «Эй, там, внизу, будьте повнимательней!» Однако Пру не сделал ни малейшего движения, как того ожидал комиссар. Он застыл на месте, и казалось, у него вовсе не было желания посмотреть на дыру в полу, откуда высовывался какой-то сверток, обернутый в газетную бумагу. Пока фотограф не сделал снимки, никто к нему не притрагивался. В тайнике оказались три пачки купюр по десять тысяч франков. Деньги в одну из пачек, которую взял в руки Мегре, были совсем новые и хрустящие. «Вы хотите что-то сказать, Пру?» «Я ничего не знаю». «А разве не вы положили деньги в тайник? А для чего мне было их туда класть?» «Вы по-прежнему подтверждаете, что в понедельник вечером ваш бывший хозяин ушел из дома с двумя чемоданами, оставив здесь три миллиона франков?» «Мне нечего добавить к тому, что я уже говорил». «Это не вы подняли линолеум, вынули гвозди из планки паркета и спрятали в полу десятитысячные купюры?» «Ничего не могу сказать больше того, что говорил вчера». «Может быть, деньги здесь спрятала ваша любовница?» Во взгляде Пру появилась нерешительность. «Спрятала она их или нет, меня это не касается». Глава восьмая Тон, которым была произнесена эта фраза и особенно нерешительный в тот момент взгляд Пру надолго запечатлелись в памяти Мегре. Ту субботу свет в его кабинете на набережной Орфевр горел до самого рассвета. В целях предосторожности комиссар посоветовал каждому из любовников взять себе адвоката. Поскольку знакомых адвокатов у них не было, им предложили список и они выбрали защитников на Абум. Таким образом, все было строго по закону. Адвокат Рене оказался молодым блондином и она принялась сразу же с ним кокетничать. Адвокат Пру наоборот был пожилым человеком с неумело завязанным галстуком, нечистым нижним бельем и черными ногтями. Говорили, что он целыми днями охотился за клиентами в кулуарах Дворца Правосудия. Десять, двадцать, сто раз Мегре задавал одни и те же вопросы, обращаясь то к Рене Планшон, то к Роже Пру, а часто и к обоим сразу. На первых допросах, когда обвиняемые сидели друг против друга, они как бы консультировались между собой взглядами, затем какое-то время их допрашивали раздельно и вновь вместе, и тогда во взглядах у них появилось взаимное недоверие. Увидев их в первый раз, Мегре невольно залюбовался ими и сравнил с парой хищников. Теперь же пары как таковой не существовало, остались одни лишь хищники, которые действовали каждый сам по себе, и чувствовалось, что при малейшей возможности они были готовы разорвать друг друга. Кто нанес удар вашему мужу? Не могу сказать, да и был ли вообще этот удар? Я ушла в спальню до того, как он ушел. Но вы же мне говорили... Я уже забыла, что говорила. Своими вопросами вы меня совсем запутали. Вы знали, что три миллиона находились в комнате вашей дочери? Нет. Вы слышали, как ваш любовник отодвигал мебель, поднимал линолеум, отрывал планку паркета на полу? Меня часто не бывает дома. Повторяю, что я ничего не знаю. Можете сколько угодно задавать вопросы, я ничего другого вам не скажу. А вы слышали, как грузовик выезжал из двора в ночь с понедельника на вторник? Нет. Однако ваши соседи это слышали. Мне наплевать на них. Мегре сказал неправду, прибегнув к грубой ловушке. Консьержка из соседнего дома ничего не слышала. Правда, ее привратницкая находилась в противоположной стороне двора. Опрос жильцов этого дома тоже ничего не дал. Что касается Пру, то он упрямо повторял свои показания, которые он дал на первом допросе в полицейском управлении. Я уже лег спать, когда он вернулся домой. Рене поднялась с постели и пошла в столовую. Я слышал, как они долго о чем-то говорили. Потом раздались шаги на втором этаже. А у дверей вы не подслушивали? Если я вам уже это говорил, то значит так и было. Вы слышали, что происходило за дверью? Не очень отчетливо. Вы могли слышать, как ваша любовница наносила удар планшону. Я снова лег в кровать и сразу же уснул. До ухода вашего бывшего хозяина. Точно не помню. Вы слышали, как закрылись ворота во дворе? Я ничего не слышал. Адвокаты поддерживали позицию каждого из своих клиентов. В пять часов утра Пру и его любовницу каждого по отдельности отвели в тюрьму полицейского управления. На этот раз, хотя и было воскресенье, комиссара принял сам генеральный прокурор, и разговор между ними длился почти два часа. Тело до сих пор не нашли? Нет. Следы крови в доме или грузовике обнаружены? Пока нет. Из-за отсутствия трупа нельзя было предъявить паре любовников обвинение в убийстве. Уликами являлись лишь денежные купюры, которые, если верить акту продажи мастерской, принадлежали Планшону и никоим образом не должны были находиться в тайнике в полу комнаты Изабеллы. Дочь Планшона отправили в детский приют. У Магре еще было право допросить обвиняемых в понедельник утром, после чего дело в свои руки взял судебный следователь. Комиссару ничего не оставалось, как смириться с этой новой процедурой расследования. Может, следователю повезет больше, чем ему? Тот его ни о чем не информировал, и Магре не знал, как идет расследование. Лишь через неделю из сены в районе плотины Сюрнес выловили какое-то тело. Его опознало около дюжины человек, и в первую очередь владельцы баров на Монмартре, куда каждый вечер заходил Планшон, а также его признала девица, называвшая себя Сильвией. Пру и Рене Планшон, раздельно доставленные на опознание почти разложившегося уже трупа, не проронили ни слова. По заключению судебного медика, Планшон был убит несколькими ударами, нанесенными в голову каким-то тяжелым предметом, завернутым в материю. Видимо, после убийства тело засунули в мешок и завязали. Между экспертами разгорелся жаркий спор относительно этого мешка и веревки. Пристройки, расположенные в глубине двора, нашли такие же мешки и похожую веревку, которой крепили малярные лестницы. По мнению некоторых специалистов, мешок и веревка, извлеченные сены, содержали те же компоненты. Все это Мегре узнал только через несколько месяцев. Дело Планшона попало в суд незадолго на начало отпускного периода, и Мегре вместе с другими свидетелями был вызван в зал ожидания. Когда наступила его очередь предстать перед судом, он, едва лишь взглянув на подсудимых, понял, что любовная страсть Рене Планшона и Роже Пру превратилась во взаимную ненависть. Каждый из двоих стремился выгородить себя и взвалить всю вину на другого. Они обменивались злобными взглядами. Вы клянетесь говорить правду только правду и одну только правду. Привычным жестом Мегре поднял руку. Клянусь, расскажите присяжным все, что вы знаете об этом деле. Комиссар заметил, что в тот момент подсудимые смотрели на него с нескрываемой ненавистью. Разумеется, суду было ясно, что преступные замыслы вынашивались давно, и убийство было преднамеренным. Не хитрил ли пру, когда 24 декабря брал в долг 2 миллиона у отца и у Шурина? Обе расписки оказались подлинными. Деньги пру действительно получил, но планшон никогда не держал их в руках. Он не догадывался, что замышлялась в его собственном доме. Даже если все же и догадывался, то совершенно не ведал, что операция уже началась, и 20 декабря, или во всяком случае приблизительно в эти дни, его жена напечатала акт о продаже малярной мастерской, на котором была подделана его подпись. Кто это сделал? Рене или ее любовник? По этому вопросу эксперты тоже спорили до хрипоты, а двое из них даже поссорились. Вечером в субботу, начал рассказывать Мегре, говорите громче. Вечером в субботу, когда я вернулся домой около семи часов, я увидел у себя в квартире ожидавшего меня человека. Вы его знали раньше? Нет, не знал, но сразу догадался кто он был из-за заячьей губы, потому что в течение почти двух месяцев до этого какой-то мужчина, приметы которого совпадали с моим посетителем, приходил на набережную Орфевр по субботам во второй половине дня, но исчезал до того, как у меня появлялась возможность его принять. Вы действительно утверждаете, что речь шла о Леонаре Планшоне? Да. Чего он хотел от вас? Повернувшись к присяжным, комиссар стоял спиной к подсудимым и не мог видеть их реакцию на свой рассказ. Не были ли они удивлены, что вопреки их ожиданию он только что дал показания играющие им на руку? После полной тишины в зале послышался гул голосов, но судья пригрозил вывести зрителей из зала и порядок восстановился. Мегре четким голосом продолжал давать показания. Он пришел ко мне домой, чтобы сообщить о своем намерении убить жену и ее любовника. Мысленно он желал попросить прощения у бедняги Планшона, но разве не он поклялся только что говорить правду, только правду и одну только правду? В полной тишине комиссар ответил на все вопросы председателя суда и имел право остаться в зале как зритель. Однако он был вынужден покинуть зал после того, как ему сообщили о краже, совершенной в одной из шикарных квартир на улице Ларистон. Подсудимые отказались признать свое вино. Однако улики были настолько неопровержимыми, что суд присяжных объявил их убийцами. По чистой иронии, показаниям игры дали Роже Пру смягчающее обстоятельство и спасли его от смертного приговора. Вы заслушали показания комиссара, заявил его адвокат. Намерение убить было и у жертвы, и у подсудимого. Но если убийцей стал мой клиент, то он совершил преступление, чтобы защитить свою жизнь. Антуанетта, девица с длинными ногами и пышными бедрами, выдававшая себя за Сильвию, была в зале, когда главный присяжный зачитывал приговор. Роже Пру приговорили к 20 годам тюремного заключения, а Рене планшон к восьми. Она смотрела на своего бывшего любовника с такой ненавистью, что по спине зрителей в зале пробежал холодок. Вы читали, шеф? Жан-Вье показал Мегре газету, на первой странице которой сообщалось о приговоре. Комиссар лишь бросил на заметку быстрый взгляд и пробормотал. Бедный тип. Не было ли у него ощущение вины за то, что он тем самым как бы предал человека с зайчей губой, последние слова которого были «Я вас благодарю». Текст читал актер Юрий Яковлев-Суханов. Спасибо и до новых встреч! Киев, июль 2024 года. Если вам нравится наш канал, то по возможности поддержите его финансово. Реквизиты для оказания помощи указаны в описании к данному ролику. Будем вам искренне признательны. С уважением, руководитель канала актер Юрий Яковлев-Суханов.